Актер и цирковой деятель Юрий Никулин. Это человек, чье имя навсегда неразрывно связано с советским кинематографом, ставший легендой еще при жизни. Он обладал врожденным талантом смешить людей, а потому чаще всего появлялся на экране в образе комедийных персонажей. Однако драматические роли также отлично давались актеру. Прошло уже много лет с тех пор, как актера не стало, но в сердцах миллионов поклонников он все еще жив, ведь живы его роли в многочисленных фильмах, которые мы пересматриваем. Это комедия Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Они сражались за родину Сергея Бондарчука, Андрея Рублев, Андрея Тарковского и многие другие. Детство и юность. Будущий великий актер появился на свет 18 декабря 1921 года в небольшом городке Демидов Смоленской области. Его отец Владимир Андреевич, 1898 год эр, москвич и юрист по образованию, после революции ушел в армию, служил под Смоленском, где жила его родня. Незадолго до конца службы он познакомился с актрисой местного драматического театра Лидии Ивановной, 1902 год эр. Они поженились, молодой человек устроился в тот же театр актером. Позже он основал мобильный театр Теревьюм, что значило театр революционного юмора. Когда мальчику стукнуло 4, семья переехала в Москву, в 15-й дом Токмакова переулка. Глава семейства занялся литературной деятельностью, писал программы для эстрадных номеров, работал журналистом. Лидия Ивановна не работала, занималась домашним хозяйством. Два раза в неделю Никулины обязательно ходили в театр, после чего беседовали об увиденном. В 1929 году мальчик отправился в первый класс. Особого интереса к учебе он не проявлял, но с удовольствием играл в школьном драм-кружке, которым руководил его отец. На этой сцене Юра получил свой первый актерский опыт. Также он пробовал себя и в писательстве. Однажды написанный им рассказ получил второе место в районном конкурсе. Призом была встреча с Аркадием Гайдаром. Но из-за ангины Юра не смог прийти. А когда в 15 лет он увидел фильм «Новые времена» с Чарли Чаплиным, то заболел кинематографом. В 1939 году Юрий окончил школу, но аттестата зрелости не получил, завалил черчение. Позже он все-таки сдал экзамен, а осенью, согласно указу о всеобщей воинской повинности, ушел в армию. Жизнь на фронте. Часть, где служил Никулин, располагалась под Ленинградом. Первое время тощий высокий нескладный паренек в шинели не по размеру был причиной всеобщего веселья. Но новобранец умел смеяться над собой, поэтому издевки быстро прекратились. Каждую неделю ему приходило множество писем от родителей и другой родни, столько не писали ни одному солдату в роте. Прошел всего месяц армейской жизни Никулина, как началась финская война. Юрий написал заявление «Хочу идти в бой добровольцем». Впереди было семь долгих лет в солдатских сапогах, шинели, с оружием в руках. В марте 1940 военные действия с северным соседом завершились, но военная подготовка, учения, занятия по политинформации продолжались. А потом наступило 22 июня 1941 года. Первые два года войны Никулин сражался в составе 115-го зенитного артиллерийского полка, заслужил звание старшего сержанта. После госпитализации, из-за воспаления легких, его перевели в другой полк, но в новое место назначения Никулин так и не прибыл. По дороге его контузило разорвавшимся снарядом. Оправившись от травмы, Юрий прибыл в 72-й зенитный дивизион неподалеку от Колпина. «Не могу сказать, что я отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. Все дело в том, как этот страх проявляется. С одними случались истерики, они плакали, кричали, убегали. Другие переносили внешне все спокойно. Только 18 мая 1946 года, через год после окончания войны, Юрий демобилизовался из армии. Воспоминания о голоде, холоде, убитых товарищах. Однако пережитые моменты лишь утвердили его тягу к жизни и решимость в выборе дальнейшего жизненного пути. Никулин и цирк. После демобилизации Никулин подал документы во ВГИК, однако на финальном этапе получил отказ. Вступительная комиссия сочла его недостаточно красивым для кино и посоветовала поступать в театральное училище. Но ни в ГИТИС, ни в щепку его не взяли, как и в несколько училищ рангом пониже. Он уже было опустил руки, но вспомнил совет, который ему дал во время прослушивания в ГИТИС, на тот момент еще начинающий режиссер Анатолий Эфрос, предложивший абитуриенту в случае провала попытать счастье в театральной студии Ногинского театра. Совет помог. Руководитель театра Константин Воинов что-то разглядел в Никулине и принял его. Однако уже в сентябре Юра загорелся новой идеей. Его поманил своими яркими огнями цирк. Мама сомневалась, театр казался ей делом куда более благородным. Но отец, видевший свое очарование в профессии циркового артиста, дал добро. В цирковую студию при Московском цирке, наставником в которой был знаменитый клоун Карандаш, Никулин поступил без проблем, окончил ее в 1948 году с дипломом клоуна. На большой арене он сперва выступал в дуэте с приятелем Борисом Романовым. Первые сценки для юных артистов писал отец Никулина. Вскоре Романов ушел из цирка. Новым партнером Никулина стал Михаил Шуйдин. Товарищи вместе выходили на сцену на протяжении 30 долгих лет. В 1950 году Никулин покинул труп у Карандаша, так как его верный напарник Шуйдин начал конфликтовать с начальником. Оба попросту устали от агрессивного капризного Румянцева, который мог в любой момент сорваться на своих подчиненных. А всего год спустя дуэт вместе со сценкой «Маленький Пьер», написанный отцом Юрия, впервые побывал за границей. По сюжету «Маленький мальчик», француз, расклеивал оппозиционные листовки, а незадачливые полицейские в исполнении Никулина и Шуйдина его ловили. Успех дуэта выводил из себя их бывшего работодателя. Первые роли в кино. В 1949 году Никулина пригласили на кинопроба. Режиссер Константин Юдин думал утвердить его на роль трусливого немца в свой истерн «Смелые люди». Так Лоун впервые побывал на студии «Массфильм». Но то ли пробы не понравились режиссеру, то ли этого персонажа вырезали из сценария. На этом участие Юрия в проекте Юдина закончилось. А позже он узнал, что на эту роль утвердили Григория Шпигеля. Дебют Никулина в кино состоялся лишь 9 лет спустя в фильме «Девушка с гитарой», где он исполнил роль Гори пиротехника, чуть не спалившего магазин. Несмотря на совсем небольшую роль, артист хорошо запомнился зрителям. А в 1959 году актер отметился ролью проходимца Альберта Клячкина в фильме о трудной молодежи, не подающейся. И хотя у него были разногласия с режиссером в видении его героя, один видел Клячкина этаким рубахой парнем, а другой флегматичным циником. И в целом этот опыт не понравился начинающему актеру. Как вспоминал позже Никулин, на экране все выглядело замечательно. В 1960 году на актера обратил внимание режиссер Эльдар Рязанов. Никулин приступил к съемкам в его фильме «Человек ниоткуда», но из-за бюрократических проволочек производство отложили на год. Актеров заменили персонажа Никулина, неблагополучного молодого человека по имени Проша. Отдали Сергею Юрскому знакомство с Гайдаем. Но нет худа без добра. В те дни одно из представлений Никулина посетил Георгий Витцин. Чуть не надорвав живот от смеха, на следующий день он рассказал о талантливом комедианте режиссеру Леониду Гайдаю, снимавшему короткометражку «Пес Барбос» и «Необычный кросс» о приключениях пса и троицы преступников, труса, балбеса и бывалого. Изначально балбеса должен был играть Сергей Филиппов, но он уехал на гастроли с театром. Стоило Гайдаю увидеть Никулина, как он тут же произнес, «Ну, балбеса искать не надо». Никулин-то что надо. Фильм рассказывал историю браконьеров, надумавших оглушить рыбу динамитом. На их беду с динамитной шашкой решил поиграть «Пес», каждый раз приносивший ее обратно троице. После премьеры короткометражки в составе киноальмонаха совершенно серьезно троица Витцин, Никулин, Маргунов необычайно полюбилась советскому зрителю и в 1962 году последовало продолжение «Самогонщики». На этот раз криминальные элементы решили заработать на изготовлении самогона, но появившийся в их лесном домике «Пес» вновь спутал все карты. В промежутке между короткометражками «Гайдая» Никулин сыграл главную роль в драме, когда деревья были большими, и доказал, что способен на драматические роли. Он играл Кузьму Иорданова, спившегося после смерти супруги человека, решившего усыновить сироту. Примечательно, что режиссер картины до этого не видел ни одной роли Никулина, но смотрел его представление в цирке. А в процессе работы над фильмом было решено снабдить Никулина бородой для пущего попадания в образ. Так, к своему сорокалетию, Никулин, уже завоевавший статус признанной цирковой звезды, стал еще и звездой кинематографа. После этого последовали второстепенные, но яркие роли. В фильме Александра Митты «Без страха и упрека» он сыграл по сути самого себя, клоуна. В комедии «Гайдая» «Деловые люди» сыграл грабителя в новелле «Родственные души». Никулин принимал участие в съемках киножурнала «Фитиль» короткометражка «Влип». После этого предложения о съемках стали поступать цирковому артисту регулярно. Картины «Кавказская пленница», «Операция И», «Ко мне», «Мухтар». Бриллиантовая рука, семь стариков и одна девушка, они сражались за Родину. А также многие другие, стали классикой советского кинематографа и до сих пор являются любимыми лентами для миллионов людей во всех уголках бывшего СССР. Благодаря своим ролям в кино, Юрий Никулин стал популярен во всех республиках Советского Союза, а также получил бесчетное количество самых разных наград, включая звание народного артиста СССР в 1973. Никулин в новую эпоху. В 80-е Никулин почти не снимался. Исключением стала школьная драма Ролана Быкова «Чучело» с юной Кристиной Арбакайте, где актер предстал в образе нелюдимого дедушки главной героини. Последней ролью Никулина в кино стал директор цирка «И закадровый голос» в фильме «Капитан Крокус» 1991 года. В начале 90-х Юрий Владимирович отметился в качестве телеведущего. В период с 1993 по 1997 он вел юмористическую передачу «Белый попугай» на канале ОРТ, а также являлся постоянным участником проекта «В нашу гавань заходили корабли». Также Юрий Никулин написал несколько автобиографий и выступил как составитель сборников анекдотов. Самые популярные у читателей произведения артиста, мемуары «Почти серьезно» и «Семь долгих лет». Первая книга рассказывает об изнанке кинематографа, вторая – о фронтовых годах актера. Личная жизнь Юрия Никулина. Первый раз Юрий влюбился еще в школе. Будучи нескладным 13-летним юнцом, он так и не решился признаться в своих чувствах запавшей в душу сверстница. В дальнейшем, в бытность солдатам, у него завязались отношения с девушкой по имени Рита. Она дождалась его с фронта, но как только Юрий сделал ей предложение руки и сердца, призналась, что влюблена в летчика. Надо сказать, что отношения Риты с другим мужчиной не сложились, а с Юрием они до конца жизни поддерживали дружеские отношения. Зимой 1949 года актер, делавший первые шаги на профессиональной цирковой сцене, познакомился со студенткой Тимирязевской академии Татьяной Покровской, которая была младше артиста на 8 лет. Она увлекалась конным спортом, и одна из лошадей, как раз любимица Татьяны, понадобилась клоуну-карандашу, в подчинении у которого в то время ходил Никулин. На выступлении, которое девушка пришла посмотреть, лошадь проявила норов и затоптала клоуна. Татьяна чувствовала свою вину и в течение месяца регулярно ходила навещать Юрия в госпиталь. Вскоре артист сделал возлюбленное предложение. Нина Гребешкова, одноклассница Татьяны, была удивлена, когда увидела Никулина рядом со своей школьной подругой. Ей было странным, что такая красивая женщина выбрала такого неказистого спутника жизни, и даже не подозревала, что будет играть его жену в бриллиантовой руке. Самой же Татьяне внешность супруга была не важна. Юрий с первых минут знакомства покорил ее своей харизмой и обаянием. Жена Никулина начала помогать ему в цирке, например, заменила паренька в миниатюре «Маленький Пьер». Артист был человеком очень ревнивым, а когда Татьяна позволила себя в эйфории от выступления себя поцеловать смотрителя манежа, больше не отпускал ее ни на шаг. Брал с собой на все гастроли. В 1956 году у них родился сын Максим, и даже тогда Татьяна не оставила цирк. Мальчик, кстати, появился в фильме «Бриллиантовая рука», это он идет с удочкой, когда его пинает герой Андрея Миронова. Супруги прожили вместе 47 лет до самой смерти Юрия Владимировича в 1997 году. По воспоминаниям близких они жили душа в душу, делили на двоих все невзгоды и радости. Татьяна скончалась в октябре 2014 года на 86-м году жизни. Смерть и память. Изматывающий график подточил здоровье артиста. К 70-ти годам у него был диабет, проблемы с сосудами и печенью, боли в легких. Летом 1997 года к этому перечню добавилась невыносимая боль в сердце. Обследование показало закупорку главных сердечных сосудов. Актера начали готовить к операции, которая из-за множества осложнений обещала стать нелегким испытанием и для врачей, и для Никулина. Впрочем, на операцию артист шел с легким сердцем. До какого-то момента шло хорошо, но перед самым финалом произошло то, чего больше всего боялись врачи. Сердце народного кумира остановилось.